Эти очаровательные телята появились на свет в открытом акционерном обществе «Великосельская Агра». За год в хозяйстве рождаются более 2,5 тысяч малышей. Общая же численность поголовья – около 6,5 тысяч особей. Из них дойных коров – 2950. О кормилицах заботятся с особой тщательностью от сбалансированного питания до необходимых санитарно-гигиенических процедур. Это подталкиватель корма для того, чтобы облегчить ручной труд. Даже на современном комплексе ручного труда достаточно. Это и стимулирует животных чаще подходить к кормовому столу. И мы видим от этого результат. Средний надой, к примеру, по ферме «Староволе» – 30 литров молока в сутки. Некоторые рекордсменки дают до 50 литров. Дойка круглосуточная – три раза в день. И качество тоже отличное. За свое молоко ручаюсь 100%. У нас наивысшего качества молока европейского уровня. Это точно 100%. Мы за свое молоко отвечаем. Сегодня в хозяйстве трудится около 300 человек. Средняя зарплата – 1520 рублей. Оператор машинного доения Светлана Барбутов – профессии более 20 лет. Отмечает, что за это время значительно изменились технологии. Условия труда комфортные, работу свою любят. Все нравится, устраивает все. Близко, возле дома. И зарплата хорошая. Коллектив хороший. Все хорошие у нас. Как вы оцените молоко, которое дают ваши карты? Самое лучшее. Самое лучшее молоко у вас. Я думаю, да. Директор Великосельского агро Василий Севастьянчик подчеркивает, что молочное животноводство – это основной драйвер экономики хозяйства. Здесь реализуют более 70 тонн молока в день на сумму более 80 тысяч рублей. За прошлый год мы произвели более 26 тысяч тонн молока. Основной показатель оценки работы к молочному животноводству – это, конечно же, удой на корову. 9 047 – наша цифра. Это лучшая цифра в районе. Это восьмое место в области. В целом темп роста. Валовая сельхозпродукция в сопоставимых ценах к уровню 2020-го при среднеобластном показателе 100,2% в хозяйстве составил 102,6%. В растении и водстве – 104,8%, в животноводстве – 101,5%. Хозяйство на достигнутом не останавливается. Продолжает совершенствоваться и модернизироваться, чтобы продукция была только наивысшего качества. Продолжение следует...